МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Регион-12 информационная программа 12, новости республики. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru в студии Дарья Райзнова. Личный прием граждан, встреча в правительстве, МИДа, посещение стратегически важных предприятий и социальных объектов. Вот далеко не полный список дел, которые ждали в столице Мурел председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Среди них и посещение Республиканской библиотеки имени Чвайна, фонды которой пополнили сразу на тысячу новых изданий. Константин Косачев не первый раз посещает нашу республику. Являясь представителем МРИЛ в Совете Федерации, сенатор просто по долгу службы обязан быть в курсе дел в регионе, чем Константин Иосифович с удовольствием и занимается. Поэтому прием граждан по личным вопросам значился первым в повестке напряженного дня. Вопросы сенатору задавались самые разные. Были и практичные предложения. В частности, речь идет о поддержке проекта «Георгийская свеча. Ордена Победы». Не забыли и о новогодних подарках для пациентов детского противотуберкулезного диспансера. В целом же сенатор выразил удовлетворение темпами социально-экономического развития республики и высказал уверенность в дальнейших положительных перспективах. Республика во многом зависит от тех ресурсов, которые приходят из федерального бюджета. Но, тем не менее, удается республиканский бюджет сбалансировать. Он и на 2017, и на 2018, и на 2019 годы составлен, что называется, по всем правилам бюджетной науки и сохраняет свою социальную ориентированность. Все обязательства, которые взяла на себя республика перед жителями, будут безусловно выполнены. Но при этом сохранятся и те инвестиционные проекты, которые позволяют рассчитывать на нормальное, стабильное развитие на годы и десятилетия вперед. И в этом смысле мне хочется сказать спасибо и жителям, и руководству республики за качественный, честный, добросовестный и эффективный труд. Из этого труда складывается в конечном итоге решение тех проблем, с которыми сталкивается уже страна в общенациональном масштабе. Наша республика имеет давно налаженные международные связи. Это касается не только экономической, но и социально-культурной сферы. Поэтому визит в представительство Министерства иностранных дел в Вишкороле напрашивался сам собой. Мы обсуждали вопросы состояния международного сотрудничества республики Мариэл, обсудили актуальные моменты в организации деятельности представительств. Возможно, будут предприняты какие-то шаги по совершенствованию законодательного регулирования деятельности представительств. Естественно, контакты с Советом Федерации – это достаточно высокий уровень взаимодействия. И мы надеемся на то, что это повлияет не только на деятельность представительства в республике Мариэл, но и на систему территориальных органов Министерства иностранных дел. В Национальной библиотеке имени Чивайна визита сенатора ждали с особым нетерпением. При его содействии Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации передало в дар библиотеке 1300 книг самого разного жанра. Надо отметить, что они рассчитаны на читателей абсолютно всех возрастов. Это книги 1300 экземпляров по разным отраслям знаний. Это и психология, и медицина, и юриспруденция, и политология, и искусство. Также художественная литература и детская литература. Это и школьные учебники, это учебники для вузов. То есть эти книги предназначены самому широкому кругу наших читателей. И тем более, что они новые все. Константин Косачев обещал и дальше работать на благо республики и ее жителей. Поэтому главным подарком к Новому году должна стать стабильная социально-экономическая ситуация и уверенность в завтрашнем дне. Именно на это и направлены сейчас все усилия руководства республики и ее представителей на федеральном уровне. В Сбербанке сегодня начали выплаты страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка. В связи с этим многие филиалы Сбербанка переведены на 12-часовой рабочий день. Предпринимается комплекс дополнительных мер по обеспечению бесперебойной работы банкоматов. Для получения страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка необходимо предъявить в отделениях Сбербанка только паспорт и заполнить на месте соответствующие заявления. Согласно закону, страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов или вкладов в банки, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей. Как отмечают Сбербанки, жители республики предпочитают оставлять деньги во вкладах. Школьники могут остаться без экскурсий в новогодние каникулы, а транспортные компании несут убытки. После недавней аварии на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в ней погибли 11 детей. По всей стране проходят проверки автобусных парков, представляющих услуги по перевозке детей. В обозримом будущем правила перевозки организованных групп детей станут еще жестче, а часть новше вступает в силу уже с 2017 года. Организация детских поездок за пределы города и раньше была делом хлопотным, а вскоре рамки станут еще жестче, пока речь идет об увеличении штрафов и повышении требований к автобусам. С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в правила организованной перевозки детей автобусами. Ужесточаются штрафы за нарушение правил перевозки детей. В частности, для водителей штраф будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 25 до 50 тысяч рублей. И для юридических лиц этот штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей. Главное требование, что автобус должен быть не старше 10 лет. При этом во всей стране 90% автобусного парка – это машины от 12 лет и старше. Представители транспортных компаний уверяют, у большинства из них износ двигателя к этому времени еле достигает 40%. То есть, технически они в хорошем состоянии. Однако, с 1 января детскими перевозками заниматься они уже не смогут. В Яшкороле полностью новым автопарком похвастаться может далеко не каждый транспортный перевозчик. А организаторам экскурсии, кроме поиска компании, которая бы взялась за перевозку детей, нужно еще подготовить внушительный комплект документов и вовремя его подать. Как признаются сами родители, на сбор необходимых бумаг уходит не меньше двух недель. Тот родитель, который непосредственно занимается организацией поездки, он тратит свое рабочее время для того, чтобы ходить, составлять списки, готовить документы, носить эти документы в госорганы, получать оттуда эти разрешения, нести снова, согласовываться с администрацией школы. И, ну, в общем-то, как бы работать не надо. Надо только заниматься исключительно организацией поездки. Подробный список и пошаговая инструкция о необходимых документах есть на официальном сайте ГИБДД. Также подробная информация с разъяснениями правил перевозки детей есть и во всех образовательных и детских спортивных учреждениях республики. Родители могли бы взять на себя ответственность и, например, организовать эту поездку. Но здесь уже возникает проблема администрации школы. То есть администрация не готова брать на себя, опять же, вот эту ответственность. И поэтому начинается очень много нюансов, которые просто не согласовываются. То есть должно быть, например, медицинский работник, должен быть представитель Роспотребнадзора, должно быть согласовано паёк-меню в Роспотребнадзоре. Соответственно, должно или не должно быть сопровождение. Поэтому, чтобы организовать эту поездку, например, даже дневную, ну вот, например, в течение дня, и потратить на это две недели, ну, наверное, проще никуда детей не возить. Не исключено, что из-за масштабных проверок автопарков и ужесточения правил перевозок детей существует неофициальная рекомендация на некоторое время ограничить проведение экскурсионных программ, требующих поездок за пределы населённых пунктов. Собрать группу детей и купить им билеты на рейсовый автобус – не выход. Если детей больше восьми, это уже должно регламентироваться особо. Однако, можно отправиться на экскурсию самостоятельно каждому ребёнку со своими родителями на личных автомобилях. В этом случае полная ответственность только на самих родителях. Впервые за несколько лет Вишкороле может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте. Данный вопрос сейчас рассматривают в административе столицы Мариел. Напомню, сейчас одна поездка в маршрутке обходится и шкаролинцам – в 18 рублей, в троллейбусе – в 16. Как ожидается, проезд может подорожать примерно на 2 рубля. Однако и эта сумма будет намного ниже себестоимости поездки, составляющей от 20 до 25 рублей. Отмечу, что в России самые дешёвые билеты в городском транспорте в Таганроге – 14 рублей за поездку. Самый дорогой вполне ожидаемый в Москве, где одна поездка обходится в 50 рублей. Снегоуборочная техника будет работать в столице Мариел все новогодние праздники, в том числе 1 января. В первый день нового года коммунальные службы планируют расчистить 7 дворов. Все они в разных районах города. Напомню, на сайте администрации города в осенне-зимний период создан специальный раздел уборка территорий, где публикуется оперативная информация, в том числе график уборки городских дворов, ознакомиться с которым может каждый шкаролинец. В мэрию убедительно просят горожан с пониманием отнестись к снегоуборочным работам и не загромождать дворовые территории припаркованным транспортом. Вместе с коммунальщиками вне новогодних праздников будут работать на улицах города и народные дружинники. Добровольная народная дружина, как одна из форм общественных инициатив, сейчас переживает второе рождение. В этом году городских дружинников более тысячи раз привлекали для охраны общественного порядка. С их помощью пресечено около 500 административных правонарушений. Во время дежурства может произойти всякое, признается Николай. В каких-то ситуациях поначалу даже было страшновато. Сейчас раз в месяц помочь полиции в патрулировании – дело привычное. Николай по специальности электромонтер. Его стаж как добровольца в дружине с заводом ММЗ – 11 лет. Я человек, как говорится, родился при Советском Союзе, воспитан по-другому. Поэтому я стараюсь как бы пресекать, где вот увижу, кого там кому-то помочь, кому-то там чем-то подсобить, что-то поднести или через дорогу перевезти. Ну, так то есть хорошее намерение всегда у меня такое. Ну, так воспитан. Когда-то народные дружинники существовали в каждой организации, несли патрулирование, проводили воспитательную работу. После распада Советского Союза это общественное движение угасло. Однако в начале 2000-х стало постепенно возрождаться вновь. А в 2014 году даже появился федеральный закон, регулирующий их деятельность. Они оказывают помощь при обеспечении общественного порядка перед проведением массовых мероприятий. В текущем году они нам помогали в обеспечении общественного порядка перед проведением новогодних мероприятий. 9 мая, 1 мая, также День города и Един день голосования 18 сентября текущего года. Также они привлекаются к патрулированию улиц города Ешкарула совместно с патрульно-постовой службой. Сейчас народные дружины создаются вновь. На базе организаций, заводов, муниципальных предприятий. В основном в ряды ДНД идут люди среднего и старшего возраста. Единственная молодежная дружина существует при Маргу. Никакой платы за патрулирование улиц дружинники не получают. Все на общественных началах. Из поощрений дополнительные отгулы, бесплатное посещение некоторых спортсооружений, культурных площадок. А премии только по инициативе организаций, при которых дружина создана. И благодарности с подарками по итогам года. Но помощь полиции не единственная, чем занимаются дружинники. Мы проводим у себя уже не один год мероприятия о добрах. То есть привлекая как самих жителей на эти мероприятия, спортивные мероприятия, соревнования между управляющими компаниями, соревнования между дворовыми командами, футболом. Особенно в последнее время мы проводим как среди молодежи, так и среди старшего возраста. На сегодняшний день в Ешкар-Але действует 11 добровольных народных дружин. Общей численностью 440 человек. И, судя по всему, это не предел. Все яснее становятся задачи, поставленные перед новым силовым ведомством страны. В отделе Росгвардии по Мариел подвели итоги первого этапа формирования. Всего этих этапов будет три. Напомню, что создание национальной гвардии началось в апреле, после подписания Владимиром Путиным соответствующего указа. Состав Росгвардии, который возлагаемым на нее задачам, приравняли к спецслужбам, вошли сотрудники из внутренних войск, ОМОНа, СОБРа и других силовых ведомств. Второй этап основной, он будет проходить с 1 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года. В это время необходимо разработать концепцию развития и план строительства Росгвардии на среднесрочную перспективу и завершить изменение норматива правовой базы внутри ведомства, наладить работу территориальных органов и оптимизировать организационно-штатную структуру войск. Напомню, что Росгвардия создается на базе внутренних войск МВД и фактически остается военизированным ведомством, которое будет включать ряд подразделений, исполняющих выведенные из МВД функции. Контроль за оборотом оружия, регулирование частной охранной деятельности и вневедомственную охрану. Иными словами, именно это ведомство будет контролировать весь оборот оружия в России и охранять все объекты, которые ранее находились под опекой полиции. Помимо стандартной охраны и общественного порядка, ведомство будет бороться с терроризмом, участвовать в территориальной обороне страны, охранять гособъекты и спецгрузы и участвовать вместе с сотрудниками ФСБ в пограничной службе. Возможно ли совмещать учебу в ВУЗе и занятия по интересам? Студенты Волготеха на собственном примере доказывают – можно. А как показывает статистика, те, кто входят в студенческие организации, и результаты в учебе показывают более высокие. Насколько развита сейчас внеучебная деятельность студентов? Подробности в нашем материале. Большинство этих ребят в «Синих футболках» свое будущее видят именно в технической специализации. Однако они понимают, что умение свободно вести себя перед аудиторией, заводить новое знакомство, грамотно строить свою речь и уверенно вести беседу не повредит, а наоборот пригодится в жизни каждому. Именно поэтому с самого первого курса обучения они вступили в студенческий центр «Медиапорт», в котором студенты могут узнать азы журналистики, а значит научиться всему перечисленному. Мне с самого детства было интересно вот такие вот занятия творческие, как фото, журналистика. Но журналистикой я начала заниматься еще в школе. Я писала какие-то статьи для всяких конкурсов, сочиняла стихи. И мне интересно было себя попробовать в роли журналиста в политехе. В каждом вузе понимают, что задача университета вырастить не просто специалистов, профессионалов, но и социально активных, разносторонне развитых людей. Поэтому в ПГТУ создается все условия для самореализации студентов. Они могут заниматься наукой, творчеством, спортом, общественной работой, участвовать в волонтерском движении. Сегодня в Волготехе насчитываются 24 студенческих объединения самой разной направленности. Тренические организации, они важны для вуза, как, наверное, самая главная составляющая вуза. Студенты, все-таки мы работаем для студентов, студенты объединяются, студенты создают атмосферу. Студенты, как визитная карточка университета, от того, как они сполочены, как они активны, какие они крутые мероприятия делают, это очень положительно влияет на имидж вуза и так далее. Во всех мероприятиях, которые проводят студенты, в год примерно участвуют более 3000 человек. То есть они активно принимают участие в разных мероприятиях, сами организовывают, просто зрители, участники. То есть жизнь кипит, жизнь брылит. Идея подобного события возникла 10 лет назад по инициативе ректора вуза Евгения Романова. С тех пор слеты проводятся постоянно, подводя итоги каждого уходящего года и отмечая заслуги самых активных студентов и их наставников. Стоит отметить, что каждое студобъединение имеет своего председателя среди студентов и руководителей из числа тех, у кого студенческие годы уже минули, а человек смог стать специалистом в своей области. Сегодня мы подводим итоги работы за 16-й год наших студенческих объединений. Их у нас на сегодняшний день 24. Эти объединения созданы по интересам. Есть объединения, которые привлекают ребят, которые имеют заинтересованность в развитии научных исследований. Здесь студенческое конструкторское бюро, студенческое научное общество. Но кроме науки и образовательной деятельности у ребят очень много увлечений, поэтому многочисленные объединения по интересам в рамках художественной самодеятельности, спорта, волонтерской, движения. Что примечательно, след собрал более 500 студентов, а это значит, что студобеденения не остались во временах Советского Союза. А современная молодежь, вопреки распространенному мнению, не ограничивает свои интересы гаджетами и ночными клубами. А если есть спрос со стороны студентов, будут увеличиваться и предложения со стороны руководства вуза. Информационная программа «12 новости республики» продолжается. Выпуски МРИЛ-ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»